Каждый великий чемпион начинал всего с малого. Вот и мой первый стендап в таком интересном и подвешенном состоянии. Сегодня мы находимся на территории стадиона Лабиринт на тренировке у альпинистов. Нет, нет, нет! Альпинизм и скалолазание – это разные виды спорта, но они находятся в симбиозе. Именно поэтому в числе тренеров по скалолазанию есть альпинисты, которые покорили Кавказские и Киргизские горы. Альпинизм – это что-то более крупное, если так вот брать в целом. Потом стало интересно просто людям лазить на скалы. Можно сказать, что мы, так скажем, как отдельный подвид альпинизма. Сам Михаил занимается скалолазанием и альпинизмом 21 год и уже покорил Эльбрус. А главная его мечта – гора Эверест. Но для восхождения на легендарный восьмитысячник нужна идеальная физическая подготовка. На скалодроме сегодня алтайская сборная, и она готовится к выезду на естественный рельеф в село Савушки. Левая, правая, потом левая рука. Максим Труфанов – альпинист-любитель. В спорт пришел 6 лет назад. А недавно первый за 30 лет из Алтайского края выполнил норматив мастера спорта по классическому альпинизму. Максим признался, что у него есть кумир – Рейнхальд Месснер. Альпинист, который первым покорил 14 восьмитысячников. Он в своем интервью говорит, знаете, я знаменит не тем, что я зашел на 14 восьмитысячников. Я знаменит тем, что для этого у меня было более 50 попыток. То есть в четырех случаях из пяти он отступал. По словам спортсменов, скалолазание является основным делом жизни и занимает огромную ее часть. Поэтому спортсмены чаще всего работают со свободным графиком или на себя, чтобы подстраивать жизнь под спорт, а не спорт под жизнь. При этом каждый спортсмен должен отдавать себе отчет в огромном риске и возможности просто не вернуться домой. Ведь горы не прощают ошибок. Подготовленные люди, альпинисты, у которых был опыт за плечами, они шли на Эверест или направлены его покорить. Один человек остался в лагере, это Владимир Томиалис, а ребята втроем пошли на восхождение. В пути разыгралась непогода, один человек из них развернулся. Впоследствии, как оказалось, он разбился на скалах. Ребята поднялись вдвоем на пик, то есть с самой высокой точки мира, то есть на Джамалуму. Но спуститься им уже, к сожалению, не удалось. Из четырех человек трое, к сожалению, погибли. Кстати, часто жизни скалолазов спасает хорошая экипировка. Например, скальные туфли могут стоить от 10 до 15 тысяч, а специальная беседка около 6. У альпинистов все намного дороже. Одни только ботинки обойдутся в 50 тысяч. А ведь нужны еще каски, кошки и тросы. Но это, говорят спортсмены, стоит любых затрат. Ведь кроме званий и медалей, спорт дарит потрясающий вид свершин. Елена Кукина, Дмитрий Денисов. День с толком.